Летний период окончен, а вместе с ним поменялись погодные условия и сократилось время светового дня. Скользкие дороги, раннее наступление и темноты – это то, к чему мы потеряли бдительность за прошедшее лето. Статистика указывает на большое количество дорожно-транспортных происшествий на территории Бреста и на то, как важно помнить о правилах поведения на дорогах в осенне-зимний период. Инспекторы дорожной службы проводят специальные акции среди населения города и пропагандируют использование светоотражающих элементов. За 9 месяцев текущего года на дорогах Брестской области произошло 78 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 12 человек погибли и 72 травмированы. Только по вине самих пешеходов произошло 22 ДТП, в которых 6 человек погибли и 17 травмированы. В 9 случаях пешеходы находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Также важно отметить, что на Брещене отмечается рост ДТП с участием велосипедистов. С данными участниками дорожного движения произошло 55 ДТП, что на 6 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 7 случаях велосипедисты находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Важно отметить, что с наступлением осени, к сожалению, у нас увеличивается количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Очень важно, чтобы каждый уязвимый участник дорожного движения помнил о своей безопасности при участии в дорожном движении, а именно использовал световозвращающие элементы в темное время суток и в нестабильных погодных условиях, но и, конечно же, всегда убеждался в безопасности выхода на проезжую часть, но и не допускал нахождения на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Беспечность безответственных участников дорожного движения приводит очень часто к необратимым последствиям. Такие недобросовестные граждане рискуют не только своей жизнью, но и жизнью абсолютно невиновных людей. Пересечение проезжей части в неустановленном месте, превышение скорости на средствах персональной мобильности, халатность в обозначении себя светозащитными элементами провоцируют аварийные ситуации и гибель на дороге. Нередкость, что вышеперечисленные нарушения сопровождаются наличием алкоголя в крови. Подобные акции являются напоминанием о том, что ценой таких, казалось бы, незначительных нарушений может стать человеческая жизнь. Как себя обозначить, обезопасить? Фонарями. Так, спереди фонарь белого цвета, сзади красного. Ну и, конечно же, себя лучше световозвращающим элементом. Жилеточкой лучше. Жилеточкой – это самое лучшее, конечно же, еще наиболее дальше водитель может заметить, велосипедиста. Ну и, конечно же, перед тем, как пересечь проезжую часть, всегда обезопаситься в выезде. Есть ли проблемы, что водители не видят, проезжают и пропускают? Бывает такое. Уже у меня два случая таких было. Выезжали, я на зеленый переходил, вылетал с поворота. То есть, все-таки, ну и, конечно же, да, здесь нужно понимать, что водители не всегда замечают, где-то нарушают правила дорожного движения. Да, но все-таки пешеход, велосипедист менее находится в безопасности, чем водитель автомобиля, поэтому, конечно же, сто раз убедиться в безопасности перед тем, как вы уходите на проезжую часть. Вам хочется подвергить этот замечающий элемент, чтобы вы всегда были заметны в темноте, ну и продолжаете неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Преобладающее число дорожно-транспортных происшествий происходит из-за того, что водитель слишком поздно обнаруживает идущего по дороге человека в темное время суток, особенно если цвет одежды сливается с дорожным полотном и видимость усугубляется плохими погодными условиями. Одним из самых простых и доступных способов привлечения внимания водителей является светоотражатель или фликер, который поможет избежать опасности на неосвещенном участке дороги. Какие опасности есть в темное время суток? В темное время суток водитель может не увидеть человека, если он без фликера. Если он без фликера. То есть ты это понимаешь, да, насколько важно использовать цветовозвращающие элементы, чтобы дать возможность водителю себя заметить, так? Потому что без фликера пешеход заметен всего лишь на расстоянии метров 15 где-то. А с фликером это расстояние увеличивается практически до 200 метров. Разница 15 и 200, конечно же, значительная, так? У тебя есть фликер? У меня на рюкзаке там были фликеры, но я их сейчас сняла. Сняла? Так. Ну вот, чтобы ты не снимала, тебе еще фликер, чтобы где-то обязательно вот здесь у тебя был фликер. То есть чтобы ты со всех сторон светилась и чтобы, не снимай больше, надея фликера и используй их всегда. Держи тебе, давай я тебе на курточку повешу фликер, чтобы ты была заметна в темноте. Так. Ну и, конечно же, хочется пожелать тебе безопасных дорог, соблюдай правила дорожного движения, будь помощником для госавтоинспекции. Безопасность каждого человека сугубо личная ответственность, но каждый из нас ежедневно принимает решения, которые могут стать решающими в жизни других. Позаботьтесь о безопасности абсолютно незнакомых для вас людей сегодня и, возможно, завтра кто-то позаботится о вас и о ваших близких. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Новости Бреста.